Кулинарные путешествия, интересные гости и много новинок из мира кулинарии в программе Азвука Вкуса. Включайся каждую субботу. Вкусного настроения у нас много. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, добро пожаловать. Это программа Азвука Вкуса. И мы с удовольствием начинаем наш сегодняшний выпуск. Тем более, что он будет максимально ярким и, наверное, вдвойне, а то и втройне красивее. Не хочу обидеть никого из гостей, но скажу, что наши сегодняшние участницы, они привнесут, я уверен, и красоты, и нежности в наше сегодняшнее приготовление. Итак, у нас мир красивых танцев открывается благодаря вот этим замечательным людям. Встречайте, это Алла, это Марина. Здравствуйте, очень рады, что вы доехали, приехали. И причем, я так понимаю, что приехали, в принципе, с очень хорошими новостями, потому что не так часто, расскажу сразу вам, дорогие друзья, у нас освещаются все спортивные события из мира бальных спортивных танцев. Вот, и сегодня как раз есть повод гордиться нашими танцорами, танцовщицами, и девочки об этом все расскажут. Что вас ожидает? Вас сегодня ожидает, посмотрите, я специально, ну, у вас две, поэтому я взял две куриные. Два корочка. Да, два корочка. Грибочки, лучок, чесночок, у нас есть специи, орегано, душистый перец, сливки. И если вы спросите, что же мы будем сегодня готовить, то мы сегодня будем готовить нежнейшее, вкуснейшее блюдо. Это у нас будет рис с грибами и курочкой в сливочном соусе, который будет подаваться с пармеджано. То есть это что-то среднее между ризотто и пловом. И все эти ингредиенты мы, естественно, нашли где? В сети магазинов Kaufland, за что им отдельно большое спасибо, потому что, посмотрите, там не только товары для, так сказать, нас с вами, гастрономического порядка, но и в том числе еще и товары для бытовых хозяйственных нужд. Вот, поэтому у нас моторика очень простая. Если, я так понимаю, что чаще всего в вашей профессиональной деятельности приходится работать ногами, то сегодня будем работать немножко руками. Я беру на себя самые пахучие ингредиенты, а здесь вы уже как бы можете распределиться, кто из вас будет резать грибы, а кто будет рассказывать. Вот, пожалуйста, вообще... Резать? Да. Да, тогда просто можно мелко слассировать. Сейчас я дам мисочку, и мы начнем все наши процессы. Так, я начал сразу с хороших новостей. Чем можете похвастаться, что недавно, ну как недавно, в сентябре, я так понимаю, да, что приехали с чемпионата и забрали все, да. Ну, во-первых, наверное, хотелось бы поздороваться, да, со всеми чуть-чуть рассказать о нас. Мы тренера, да, мы тренера по спортивным бальным танцам. У нас танцевальная студия под названием «Алистар», сейчас в Кишиневе. Я вообще приехала из Одессы, уже два с половиной года мы здесь, и вот мы создали новую коллаборацию вместе с Аллой. В новом формате. Да, в новом формате. Не «формейшн», а «формате». Да, да, ну почти. И сейчас работаем вместе и тренируем детей. И вот по поводу наших результатов. Мы в сентябре ездили на международные соревнования в Болгарию, в Крайнево. И там был чемпионат во всех возрастных категориях, начиная от самых малышей, заканчивая самыми взрослыми, уже более профессиональными танцорами. И мы повезли туда очень большое количество участников. То есть у нас было около 100 участников. А обратно привезли еще больше? Обратно привезли только те, кто занял первое место. Но это были почти все, так что вернулись все. Мы заняли даже, там на этом турнире был и конкурс по участию. Да, кто привез больше всего, какой конкурс выиграл. А, да, даже в количестве. Да, и даже в количестве среди всех заняли первое место. Да, даже нас на следующий год пригласили, нам будут оплачивать отель от организаторов. О, вообще круто. То есть получается, что сейчас движение и, ну, как движение, имею в виду спортивное, да, в мире спортивного бального танца, оно продолжается. То есть если кто-то думает, что все перешли просто в какой-то там формат тиктоковских танцев и бальные танцы перестали существовать. Нет, дорогие друзья, вот доказательства. Все по-прежнему существует. Мне кажется, что этот вид спорта никогда себя не изживет, потому что он изначально благородный, красивый и для всех. Конечно. То есть это вот не тот вид спорта, когда там, допустим, я не знаю, как бокс, да, пока тебя не нокаутируют или еще что-то. Нет, нет, это всегда красиво. И сочетание, конечно, спорта и искусства и дает и физическую форму, и спортивную подготовку и детям, и потом более юношеским уже спортсменам. Ну и плюс, конечно, красота, искусство, которое объединяется. Ну вот ты приехала, Марина, ты заметила какую-то, ну а при все равно же есть какое-то ощущение школы, да, то есть Алла, которая уже практически всю жизнь в танцах и официальный действующий тренер. Вот как отличается школа, да, не знаю, одесская и наша? Да, я могу сказать. Скажи, пожалуйста. Да, давай, Аллочка, ты, наверное, да. Просто мы всегда, когда участвуем на чемпионатах местных, мы всегда звезды. Ну, когда мы ехали на Украину, в принципе, мы всегда были там где-то далеко, где-то далеко. И у меня был вопрос, что делают эти тренера с этими детьми, что не так хорошо танцуют у них. Потому что как бы мы тоже тренируемся. И вот, приехавши к Марине, я поняла, что чуть-чуть направление не то, техника не та и отношение не то. У нас? Да. 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 И в течение вот двух лет уже я про себя могу сказать, что я вижу все по-другому, я чувствую все по-другому. И по результатам уже тоже видно, везде первые. Так, значит, какой-то есть все-таки секретный ингредиент? Есть, конечно. Наверное, Марина вряд ли его сейчас озвучит и скажет, нет, значит, смотрите. То есть все-таки у каждого тренера, мне кажется, должна быть своя какая-то... Вы можете сказать, приходите к нам и расскажите. Да, да, и покажу. Секретный эликсир, да. Да, да, да. Просто чай-чай-чай, надо танцевать мягче. Да, да, да. Мягче-чай-чай, понимаете, да. Да, да, да. Так, Мариночка, тогда я вам доверяю вот эту вот лобачку, просто слегка помешивайте, я займусь курочкой. Так, привезли медали-награды, и я так понимаю, что работа продолжается. Да, конечно, продолжается. Плюс еще как бы на первых местах все с кубками, с наградами и взрослые танцоры, и как бы и малыши все, то есть те, которые начинают первые шаги. Я немножко хотела еще пару слов дополнить Аллу по поводу разной школы вот того вопроса. Просто получается так, у нас в Украине уже намного раньше начали немного по-другому относиться вообще в принципе к этому виду спорта. То есть построено все более профессионально в плане каком? На почти как бы все главные клубы, студии, да, которые развивают и показывают самые большие результаты, они все идут в коллаборации с международными тренерами, судьями, педагогами. То есть мировой уровень. Мировой уровень, конечно. Они постоянно приглашают к себе на различные мастер-классы, на различные семинары. То есть постоянно идет подпитка суперновой, суперважной информации. То есть нет такого, что у тебя есть какое-то видение, и ты только его, да, по кругу крутишь, а всегда есть взгляд со стороны, всегда есть продвижение, потому что в танцах у нас так устроено. Ну, я думаю, это в любом виде спорта, что если ты стоишь на месте, то ты уже проиграл. Нужно всегда двигаться вперед. И не звездиться, да, как иногда говорят? Нет, конечно, нет. Даже если ты достиг очень высоких результатов, всегда есть кто-то, кто знает больше и может рассказать больше. И даже если он не знает больше, но в любом случае приехал, новый какой-то взгляд со стороны, даже для танцора очень важно. Когда он каждый день слышит тренера, и когда приезжает какой-то педагог с именем мировым, да, и говорит ему, может быть, даже ту же информацию. Ну, опять же, со своей энергетикой, со своим стилем преподавания, со всем другим. Как говорят сейчас вайбом. Да, да, да. Когда родитель платит денежку большую за эту информацию, так хорошо все осваивается. Да, да, да. Ну, в общем, вот как бы да, и в Украине это давно уже, потому что здесь, вот я по приезду заметила уже за два года, что все-таки больше как-то пытаются все своими силами. Ну, и от этого, конечно, и качество страдает, потому что, ну, невозможно. Я чуть-чуть, да, пытаюсь сейчас перевести с танцевального на человечки. То есть, если вы уже отдали ребенка в мир бальных танцев, то надо понимать, что это развитие, оно постоянно должно включать определенные инвестиции. Ну, то есть, как вот, как любая техника, не знаю, как, возьмите даже, не знаю, мир телефонов, да, каждый раз что-то появляется, потому что инвестируется дальше в развитие. Поэтому, если вы просто все оставите на самотек, то вряд ли дальше будет какое-то развитие у вашего ребенка. А хочется же, да, раз вы уже платите за занятия, за обучение, чтобы дальше, как бы, ребенок действительно сам себя, во-первых, мотивировал, во-вторых, чтобы получалось, ну, то, что хочется получить, да, там, золото, медали, регалии, статус, рейтинг. Вот, поэтому, да, я теперь понимаю, что должен происходить постоянно вот этот... Да, это обязательно, конечно, должно быть, но тоже хочу сразу развеять небольшой миф, потому что самый большой страх, как бы, родителей, которые планируют, да, даже только еще отдавать, то есть, это то, что бальные танцы, как бы, безумно дорогой вид спорта, и в него нужны, там, какие-то нереальные инвестиции, которые, там, ну, нормальный, как бы, человек с обычной, да, зарплатой не может себе позволить. Но я хочу этот миф развеять, потому что не нужно, там, какие-то иметь миллионы, нужно просто правильно, и, самое главное, систематически, то есть, не нужно по многу, но постоянно, регулярно, ребенок должен заниматься, хотя бы раз, там, в сезон выезжать на какие-то международные соревнования. Сезон, это мы говорим, три месяца? Три месяца, хотя бы три месяца, да, на какие-то международные соревнования, чтобы видеть конкурентную способность свою. Да, свою, да, 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 чтобы понимать, на каком ты уровне. Аллочка, будьте любезны, пожалуйста, я сейчас тогда, у меня просто одна рука жирная, вы, так оно не будет возможно сыпаться, я бы крышечку снял, и на ладошку, и вот так вот присыпал пока лучок. Так, держи мысль, Марина, держите мысль, пожалуйста, да, 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 вот, мы сейчас присаливаем, дорогие друзья, лук, вот, он от этого пустит еще больше и соки, и эти соки, друзья, кто впитает правильно грибы, которые сейчас Алла красиво нарезала, и закидывает прямо сюда, к нам, в эту большую сковороду. Все готовится на сковороде, желательно, чтобы она у вас была, ну, глубокая, в данном случае мы взяли историю волк, вот, и теперь, да, можно чуть перемешать, пусть они сейчас томятся, потому что соль как раз начнет вытягивать всю эту влагу, вот, мы пока перец откладываем в сторону, мы пока ничего с этим здесь не делаем, а хотим, пока у нас здесь томятся грибы, показать вам первый отрывок, видео с выступления замечательных мальчишек и девчонок, подопечных, теперь уже вот этого комбо и коллаборации Марины и Аллы, давайте посмотрим, как это происходило недавно в сентябре. Субтитры создавал DimaTorzok 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 с большого, неважно, потому что если, наверное, еще там лет 15-20 назад были определенные ограничения, были категории в международном формате, которые не позволяли танцевать одному, или там танцевать в паре с профессионалом, или, может быть, приходить в мир бального танца уже будучи взрослым, сейчас, на самом деле, никаких рамок нет, вот прям вот увидели, зажглись, приходите и, как говорят, легкого паркета. Вот, мы сейчас, ну как мы, девочки, мы продолжаем готовить наше удивительное блюдо, конечно, всегда важно иметь при особенно такой нагрузке поддержку, и, конечно, сегодня в качестве поддержки у нас есть великолепный вкусный кофе, который нам готовит так легко техника Беко, поэтому кофеечком мы обязательно зарядимся во время нашей первой паузы, как вы знаете, программа все-таки идет в двух блоках, вот, но я так понимаю, что партнерши хоть и танцуют сами в официальной на паркете, но без партнера же не то, наверняка же все-таки должна быть поддержка, кому мы готовы сказать еще спасибо, кто, так сказать, подставляет иногда свое плечо. Ну да, у нас в нашей коллаборации, не только мы с Аллой, у нас еще есть наш Октавиан, да, который уже стал, да, нечмой, но наш, но наша Ох уж, так, ага, окей, 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 окей. То есть мы всегда втроем в студии, вот, и не только в студии? Да, да, все время... Загалочка, пожалуйста. С этого кусочка, с этого кусочка начинаются просмотры, да, 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 да. Рейтинг пошел верно. Абсолютно. Нет, мы уточним. На турнирах, поездках, да, на чемпионаты, да, мы все время втроем, вот, даже он нас все время называет, так любя девочки мои, все, я с девочками все время, да. Я чисто интуитивно сегодня так же сказал, Октавиан, прости, пожалуйста, я просто, когда зашли девочки, я говорю, так, все, девочки готовы. Я не ездил с вами на турниры, пока что, я не знаю. Пока что. Да, 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 никогда не говори никогда. Да, да, да. Так, вот, Октавиану мы говорим большое спасибо, да? Да, да, вот, в общем, так что он с нами. И чуть продолжим нашу тему по поводу международного, как бы, влияния, да, то есть на уровень танцевания. Хотим сказать, что мы в нашей студии приглашаем постоянно к нам топ-педагогов на различные сборы, на различные семинары, как по латиноамериканской программе, так и по европейской. То есть выбираем людей лучших, да, которые судят все самые главные чемпионаты по всему миру, там, в Англии, там, вот, International, там, UK, все. И по европейской программе тоже. Буквально каждые несколько месяцев у нас проходят какие-то семинары, поэтому мы приглашаем всех. Ну, это не для начинающих, это уже для более профессиональных. Профессиональных, да, да, да. Друзья, но я вообще хочу, Мариночка, сейчас сделать акцент на том, что есть ссылочки на Инстаграм. Я уверен, что девочки все-таки находят время и в том числе вести в соцсети или, по крайней мере, отвечать на запросы в Директ. Да, да, есть, конечно. Поэтому вы пишите, если сразу не ответят, не переживайте, либо на тренировки, либо в поездки, либо какие-нибудь мастер-классы, либо подготовки. Плюс иногда, я так понимаю, когда сообщений много, еще бывает, что их закидывают куда-то в запросы, да, это не сразу видишь. Но мы стараемся отвечать. Да, да, потому что я уверен, что ответит на любой ваш вопрос, вот, и можете уже подписываться и на их Инстаграм-аккаунты. Да, я буквально две секунды, чтобы не потерять, так сказать, кулинарную ниточку наших сегодняшних бесед. Да, итак, там у нас лучок подзолотился, все красиво, добавили грибочки, грибочки, посмотрите, красиво уже утомились. То есть, в принципе, уже блюдо можно было есть, кроме вот этого сырого мяса. Мы закинули, но, посмотрите, без шкурки, да, мы сняли верхнюю часть. Нам нужно желательно, да, чтобы это было чуть больше все-таки мягко, без вот этих лишних коллагенов, да, будем их так называть. Вот, и очень важно, чтобы мы сейчас сюда залили буквально стаканчик водички, вот, вот таким вот образом. И закрываем это все крышкой, чтобы оно потомилось буквально минуток 8. Вот, вот, вода уже булькает, оно сейчас здесь потомится, и курочка впитает как раз все вот эти вот соки, в том числе от грибов и от лучка, который и так по себе ароматный и вкусный. Вот, поэтому мы на этом сейчас здесь пока прекращаем наши процессы, наведем быстренько порядок. Я займусь, естественно, еще чесночком, а девочки договорят, что хотели бы сказать. Итак, готовимся сейчас, я так понимаю, к следующему чемпионату, и, как сказали, действительно, раз в три месяца это минимум, мне кажется, что это минимум. Надо заниматься такой самопроверкой и куда-то отправлять, ну, в данном случае детей, если вы отдали детей, если вы сами участник танцевальных чемпионатов, то, конечно, самому тоже надо ехать и готовиться, и выступать. Но я так понимаю, что уже, ну, зима близкая, и в феврале, я так понимаю, ожидать что-то очень большое и грандиозное. Да, мы планируем в нашем новом тандеме первый раз провести чемпионат в Кишиневе. Планируем на 22-23 февраля. Хотим, чтобы он был очень масштабный, чтобы была очень классная атмосфера. Позовем лучших, как всегда. The best of the best, да? Мы надеемся, что нас поддержат и местные клубы, тренера, педагоги. Мы всех приглашаем. Всегда рады. Чем больше участников, тем лучше. Больше конкуренция. Больше конкуренция, да. Больше движения. Да, да, и развитие, конечно же, потом. Вот. И, конечно, будем приглашать и с других стран. Участников, да? Участников, да, и судей. И планируется очень масштабное большое мероприятие, да. Красиво. Да, очень красиво хотим сделать. Но мне кажется, что красота здесь просто на первом месте, на просто левел, да, самый high level. Это, в первую очередь, это красиво, дорогие друзья. Потом, естественно, мы уже поговорим о том, что все-таки, если вы хотите что-то получить, в это надо тоже инвестировать. Инвестируйте в будущее своих детей или самих себя. Мы прерываемся на небольшую рекламу. У нас здесь свои кулинарные процессы. И возвращайтесь к нам, к Али и Марине. И мысленно как-то верно. А звука вкуса продолжения следует, дорогие друзья. Я сразу же открою все тайны. Ну, на самом деле, как тайны? Я покажу просто, что здесь. Вау, видите, здесь уже, да, томится курочка, впитывает сейчас процессом диффузии весь вот этот вкусный сок. Вода нам нужна, потому что мы сейчас будем, в принципе, туда закидывать рис. Но прежде, чем мы туда закинем рис, я вообще расскажу, что мы готовим. Да, мы готовим вкуснейший рис, что-то среднее между ризотто и пловом. Это рецепт, в принципе, такой относительно домашний. Не знаю, что едят девочки перед чемпионатами, после чемпионата. Вообще мы спросим, и успевают ли они вообще готовить или есть. В этом блоке мы об этом поговорим. Мы обязательно расскажем, где находится студия Алистар. Если вы знаете, то Алистар вообще это очень сильнейший герой для компьютерных игр, для детей, кто играет. Ты не знал, но там есть могущественный герой. Я тебе потом покажу за кадром. Это реально там мощнейший герой. Поэтому я уверен, что Алистар будет не только привозить золото, но и, возможно, еще какие-то драгоценности. Я шучу. Хорошо. Да, да, да. Что ты поверила? Уже говорит, а я уже себе представила, Михаил. Вы так красиво это все рассказываете. Так, я попрошу, возьми, пожалуйста, эти специи. Да. Вот, и по чуть-чуть, да, присыпаем. У нас здесь орегано, и сразу по-другому зазвучат ароматы. Вообще по-другому, я вас уверяю. Вот, и добавим сейчас и этого. Так, пожалуйста, тоже. Поучаствуйте, женщина. Ну, вот видите, как они, у них уже все, у них свой формейшн тут, понимаете, они уже... Для тех, кто не знает, что такое формейшн, друзья, это когда 8 пар танцуют красиво, ну, в каком-либо определенном формате, либо европейской, либо латиноамериканской программы, ну, и, соответственно, нарезка из композиции, которая представляет танец из этих же программ. Вот она выдает красивую, красивую картинку, потому что, как правило, это все на определенную тематику. Так, сейчас уже совершенно по-другому зазвучали ароматы в нашей студии. И теперь я предлагаю, аккуратненько взяв отсюда, девочки, вот же решайте, просто засыпайте вот так вот рис вокруг, по чуть-чуть, по чуть-чуть, да. Вот, рис нужен круглозерный, то есть он подойдет сюда очень хорошо, либо рис для ризотто. Вот сейчас, посмотрите, как Марина, очень хорошо и правильно это все... Профессионально. Профессионально. Ну, давайте тогда сразу к слову, может быть, я и спрошу, что действительно, когда вы успеваете есть, потому что для танцев нету какого-то, да, режима или графика. Еще, еще, еще. Да, да, да. На самом деле нам нужно будет все туда высыпать. А, да, окей. Да, я просто думал, насколько красиво ты это сделаешь. Изяще. Сразу масштаб определять, да? Да, ты думал, так а можно просто взорвать пакеты и все, ну, здесь вот это... Что вы мне, Михаил, тут мучаете своими историями. Так, есть, есть, есть еще. Да, Аллочка, так на самом деле успеваете с этим графиком еще завтракать, готовить что-то? Ну, потому что я же так понимаю, что... Сложно, да? Потому что когда на тебе руководящая должность официального тренера и огромная ответственность перед всеми, кто у тебя в коллективе, то есть это же, не знаю, хватает ли на своих, на домашних, на готовку, на покушать. Когда это все вы успеваете? Наверное, точного ответа нету. Так как у меня маленький ребенок, пятилетний, она в садике ест, я очень счастлива. Я тоже хожу в садик и там ем, да? Подъедаю в садике зоней, да? Завтраки готовим и ужин уже дома после работы иногда. Для этого есть и муж любимый, который иногда тоже готовит. Все-таки я, ну, я к тому, что мужчины, вообще давно нужно было сломать этот стереотип, что почему-то вы приходите с работы, женщина тоже приходит с работы, и, значит, вы такой уставший на диванчик в телефон, а женщина такая, как будто у нее не было работы, такая приходит и начинает еще что-то вам готовить. Нет, помогите, наоборот, встретите ее чем-нибудь очень приятным, посмотрите, рецепты абсолютно простые. Я вот так вот втянулся и, честно скажу, что я получаю от этого невероятного удовольствия, когда-то и в доме, так сказать, кормились во всех смыслах этого слова. Тем более, что, в принципе, оно так и было. Изначально мужчины вот готовили, жарили, и это умеют, не надо стесняться, как говорят. Так, что у нас сейчас на данный момент? Группы вмещают еще набор, потому что я знаю, что обычно с осени идут, наверное, дополнительные, да, уже открытия дверей и набираются группы в каждой категории или постоянно. То есть как быть тем, я к чему веду вопрос? Потому что вот приводят сейчас, вот посмотрят программу, захотят отдать ребенка или сами прийти? Приходят, а там уже на каком-то уровне? Или есть группы, которые сразу ты определяешь, на каком уровне ребенок? Совершенно-совершенно неважно, в какой момент. Очень главное вообще, я считаю, для родителей, вот если они видят, что ребенок хочет, например, или у самих тоже появляется желание приходить сразу, не ждать, когда будет там подходящий момент, или сентябрь, или что-нибудь еще такого. Мы постоянно делаем до набора, в принципе, приглашаем всех, ждем всех к нам. Мы всегда рады новым членам нашего коллектива, да. И поэтому, как бы, всех возрастов мы набираем детей от 4 лет, и у нас есть различные группы и для самых-самых маленьких, только делающих первые шаги начинающих, да, танцоров, и до самых профессиональных, взрослых, у нас ученики по 20 лет, и они уже всю жизнь в танце, в спорте. Ну, вообще, есть какой-то, на ваш личный взгляд, вот, девочки, просто скажите, есть ли какой-то вообще лимит, потому что, ну, вот, до какого периода вот хочется и можно танцевать, а потом, не знаю, можно перейти, там, не знаю, в тренингскую деятельность. Вот вы бы сейчас вышли на паркет в качестве участницы? Ну, в принципе, по возрасту мы могли бы себе это позволить, да, но... Но потому что сейчас развилось, то есть это танцевальные спорты, искусство до такого, что есть много категорий профессионалов, да, там, где взрослые уже люди, которые уже имеют семьи, и многие даже уже дети, продолжают оставаться в спорте и продолжают принимать участие в соревнованиях, то есть в категории профессионалы, и это как бы сейчас уже совсем размыло возрастной какой-то лимит. Нету, да? Нету, вообще нету, то есть каждый человек решает для себя, в каком возрасте он хотел бы закончить спортивную карьеру и, например, уйти в тренерство, или, может быть, закончить спортивную карьеру, но продолжить там участвовать в соревнованиях в ПРОЭМ, как бы с учениками, да, то есть выходить на паркет. Я, две секундочки, я скажу, что такое ПРОЭМ. Дорогие друзья, ПРОЭМ – это самая классная категория, потому что смотреть на... Я не знаю, как судить, потому что это уже девочки скажут, но именно смотреть или объявлять, это вести, эту категорию – это просто невероятное удовольствие. ПРОЭМ – это когда профессионал и аматер-любитель, так сказать, сходятся в паре, то есть это может быть партнер-профессионал, а девушка-партнерша-любитель или наоборот, вот, и они танцуют, ну, реально на профессиональном уровне, то есть тяжело даже иногда, я шучу, конечно, но иногда тяжело даже определить, кто профессионал, а кто любитель. Вот, поэтому эта категория, она к чему, говорит Марина, к тому, что даже сейчас, будучи, там, не знаю, вам 30 плюс, 40 плюс, никогда не поздно, если вас завораживает этот удивительный мир, и вы давно, спортивного бального танца, и вы давно к этому стремитесь, прямо вот позвоните, придите. По какому адресу? Мы находимся на Рыжкановке, Мирон Костин-7, да. Вот, Мирон Костин-7 запомнить очень легко, это как Мирон Костин-7, вот, и приходите, да, и, соответственно, можете уже начать тренироваться. Да, можно приходить в сей серии, да. Какая вообще, да, что нужно для первой тренировки? Вообще ничего практически не нужно, первый тренировок. Нет, одежда нужна, то есть, потому что... Не специального ничего пока не нужно, да. То есть первая встреча, это всегда больше знакомства, больше всегда обсуждаем расписание, обсуждаем, какие, да, у нас там есть нюансы. Единственное, что нужно сменную обувь, понятно, что на паркете нельзя танцевать. То есть не сразу, да, нужно бежать и покупать какую-то профессиональную? Но девочкам желательно все-таки взять что-то, да. Чешечки. Можно чешки, да. Изначально иногда можно кроссовочки или кеды для первой тренировки. Какую-то смену. Если родитель или ребенок решается на этот шаг, что ему нравится, он хочет продолжать, чешечки, и уже следующий этап это туфли. На ваш личный взгляд, сейчас я быстренько еще просто поблагодарю. Мы сейчас пока пересыпаем сюда пармиджану, потому что при подаче нам нужно успеть, пока горячая будет консистенция под крышкой, успеть, чтобы он там расплавился, и потом мы его подаем. Да, и где мы взяли пармиджану, мы заметили в этой корзине, корзине сети магазинов Каффун, которым мы говорим отдельно большое-большое спасибо, потому что там не только всевозможные акции и скидки на вкусняшки, но и, так сказать, товары для хозяйственных нужд, возможно, вы там же найдете чешки, чтобы вы понимали сейчас вот эту всю связь. И придете на Миронка 7-7. Да-да-да, какие-то шортики или там леггинсы, возможно, там тоже это все есть, поэтому можно туда забежать и это тоже себе найти. На ваш личный взгляд, почему мальчики не в таком количестве идут в танцы? Ну, опять же, мы возвращаемся к нашим стереотипам, которые устаревшие, по моему мнению, на 100%, и странные, потому что считается обычно, что танцы больше для девочек, а для мальчиков, я не знаю, бокс какой-то или футбол, карате, что-то такое. Но я хочу развеять этот миф, плюс я считаю, что у меня есть такая возможность, потому что, во-первых, мы с мужем вдвоем всю жизнь в танцах, да, не только, плюс еще, как бы, у меня уже и сын подросток 14 лет, который тоже всю жизнь занимается танцами, уже тоже добился больших результатов. И, то есть, как бы, вот у меня есть в моей семье двое мужчин, которые танцуют, и я могу сказать это не только со стороны тренера, а и со стороны, как бы, мамы и жены, что это абсолютно неправильное мнение о том, что танцы – это совершенно не для мальчика, потому что, во-первых, самое главное, чему учится мужчина, ребенок, мальчик в танцах, отношение к женщине. Это раз, потом отношение к себе, посмотрите, какие все-таки всегда ухоженные и красивые парни, поэтому сразу, да, и я не знаю, как это связано, но мне кажется, что танцы – это та самая вот такая вот комбинация и физических, и дыхательных, и эстетических, вот всех абсолютно, и психологических, да-да-да, норм. И если мы говорим про какой-то, как мы говорим, секрет долголетия, то как раз вот такие виды спорта, как спортивные бальные танцы, вот они продлевают вам жизнь, потому что у вас нету каких-то суперперекаченных зон, да, то есть а к чему? К тому, что там тяжелоатлеты, у них там ноги мощнейшие, там, упловцов. Да, но при этом мышцы по всему телу развиты полностью. Мы уже не раз сталкивались с тем, что, например, там, в возрасте 7-8-9 лет к нам приходят мальчики, тоже к этому времени успели немножко пофутболить, немножко побоксировать, и немножко все. И они понимают, что у нас в футбальных танцах физическая нагрузка больше даже, чем у них была. То есть элементарно какие-то упражнения на отжимание или упражнения еще на что-то, ребенок не может выполнить это. Я просто рекомендую попробовать кому-то из вас, даже сейчас, когда вот мы включим видео с музыкой, попробовать хотя бы повторить эти движения ровно вот эту вот минутку. Потому что, честно скажу, на чемпионате обычно мелодия идет где-то в среднем одну минуту, композиция, и попробуйте просто повальсировать даже венским вальсом вот просто одну минуту. Поверьте, у вас дыхалка уйдет вообще просто никуда, если вы не натренированный человек. Так, раз я уже заговорил, у нас здесь сейчас как раз это все томится по системе плова, ризотто. Мы должны сейчас это все немножко дать этому всему набраться, рису набраться, да, и сливок сейчас вкусненьких. И вот если вы помните той самой ушечки, которая там у нас самая вкусненькая. Поэтому внимание на экран. Еще раз посмотрим красивейшее видео. Надеюсь, оно вас тоже вдохновит. И посмотрите, насколько все подтянуты, потому что даже я когда говорю, что у тебя сразу все подтянут. Потому что ты не можешь вот таким вот образом танцевать. Первое, что тебе скажет тренер, быстренько плечи назад, встань стойку. Осаночка, 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 да. И не забудь, пожалуйста, партнершу. Внимание на экран, посмотрим видео команды Алистар. И затем вернемся, надеюсь, уже будем как раз готовить вам к подаче наше сегодняшнее блюдо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И тебе грустно нужно тянуть эту штангу. Вот, не знаю, почему штангу. Вот, поэтому здесь, да, здесь надо весело и задорно. Тем более, если нас смотрят молодые талантливые парни, которые хотят выглядеть всегда красиво, то мы прям приглашаем вас в мирбального танца, потому что партнеры очень нужны, чуть не сказал другое слово, прям очень, очень нужны. Но и девочки, которые без партнеров тоже не пугайтесь, если вы придете сами, поверьте, есть уже на международном уровне категория соло, то есть вы можете спокойно танцевать сами. Конечно, на мой взгляд, это не те ощущения поведения, все-таки партнер ведет, а вот когда сама, ну, очень... Так, у нас здесь, на самом деле, посмотрите, сколько еды, на весь коллектив Алистар не хватит, только на тренерский состав, я так думаю. И Октавиану возьмем с собой. Вот, да, поэтому посмотрите, сколько у нас получилось здесь вот этой вот красоты. Я пока с огня еще не убираю, потому что по системе ризот, если вы помните, нам нужно добавить сюда пармиджану и сразу же перемешать, пока это все горячо. Поэтому мы вот сейчас, вот, может быть, та самая салонность, о которой мы говорили, да, то есть как будто не хватает соли. Но здесь не надо бояться, здесь как раз его должно быть очень много, этого пармиджана, потому что он должен сейчас как раз плавиться. Давайте тогда вы будете подсыпать. Сейчас, не сейчас, не сейчас, сейчас вот я чуть-чуть... Вы какие молодцы! Сразу сказал, подсыпь, все! Миша сказал, надо, сказано, сделано, что вы, господин ведущий, да, 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 все это. Так, сыпьте, сыпьте, отлично, можно, 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 потому что как раз это все и придаст финальных ноток, я бы сказал, финального аккорда, и все сразу... Кстати, у них появилась новая песня, она теперь про ночь, если что. Ну, это у вас не касается. Вот, такая небольшая реклама, отсылка к аккорду, да? Все, все, есть. Я думаю, что можно легким нажать. А чувствуете, да, уже вот эту кислинку чуть-чуть с пармиджану? Ну, и вот сейчас как раз самая вкусная часть нашей программы, мы будем красиво накладывать. Так, а чем мы будем красиво накладывать? Наверное, держите, пожалуйста, это вот вам, вы заберете с собой летающую тарелку, так. Домой? Да, хотите, пожалуйста, хотите, пожалуйста. К тагану? Да, так, давайте мы возьмем перчаточку, потому что у нас волк горячий, конечно, с кусочком мяска. О, е-е-е. Так, кидаем это все сюда, есть. Сейчас еще чуть-чуть, у вас же много. Сколько на данном этапе в коллективе прям? Или тяжело почитать, какое количество сейчас участников? Ну, если в студии, наверное, человек пятьдесят, да? И отдельно, да, есть еще у нас в школах тоже. Угу, в группе, да. И в гротиештах. Так что ищите, гуглите, я ссылочки давал на инстаграм, друзья, давал. Все, теперь как бы можете смело писать девочкам напрямую. Так, чтобы подать ризотто, да, то есть вообще вот типа делается вот такая вот история, чтобы оно все приплущнулось. Марина, да, то есть? Хорошо. Так. Сверху вниз. Ты сейчас просто бьешь, я бы сказал, бьешь по попке. Ритм, выстукиваю ритм, да? Да, бьешь по попке, просто опускай, и оно таким образом, да, да, вот оно. У меня оно прилипло. Все, отлично, отлично, отлично. Итак, посмотрите, какое красивейшее, прекрасное, замечательное блюдо у нас сегодня появилось благодаря нашим красивейшим и замечательным гостям. Поэтому входите в мир бального танца, это очень несложно, вам понравится, это и для здоровья, и для долголетия, и для хорошего состояния позитивного, это вам точно, точно подойдет. Вот, вам же я желаю успехов. До февраля, я так понимаю, что где-то будете анонсировать на своих же страничках, да, уже регистрацию на чемпионаты. В ноябре чемпионаты мира собираемся в Голландию. А, вы едете, да? Да, да. А потом в феврале уже сами организовываете здесь. А потом в феврале организовываем здесь, да. Ну, тогда будем держать кулачки за вас, и, естественно, желаем вам только побед, потому что я думаю, что и голландский паркет тоже должен вас встретить аплодисментами, как мы сегодня в нашей студии. Друзья, а звука вкуса, если вдруг вы попали только на этот хвостик, можете найти нас потом на ютубе, можете, опять же, загуглить, посмотреть, там все наши выпуски, если вы пропустили начало, то, так сказать, перематывайте в начало, потому что сегодняшний выпуск очень интересный. Девочки, я желаю вам успеха, спасибо огромное, наши звездочки, сегодня порадовали и нас. Приятного аппетита, еды много! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok